МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Второе дыхание. Программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Сегодня вы увидите... Трус не играет в хоккей. Перспективы развития у молодежного хоккея есть. Даешь прикладной. Рязанские спасатели принимают первенство ЦФО. Движенье – жизнь. Парк «Выйбек» набирает популярности в нашем городе. В Рязанской области прошла «Лыжня России» 2015. В этом году уже ставшая традиционной лыжная гонка собрала рекордное число участников. На лыжи встали около 15 тысяч человек. Из них около 6 тысяч вышли на главный старт, который проходил в поселке Варске Рязанского района. В воскресенье 8 февраля Рязанская область приняла участие в 33-й открытой всероссийской гонке на «Лыжня России» 2015. Традиционная массовая гонка, проходящая в нашей стране с 1982 года, является одним из самых демократичных соревнований. Принять участие в забеге может любой желающий, независимо от возраста и уровня подготовки. Видимо, поэтому число участвующих в масс-старте увеличивается с каждым годом. Все больше городов присоединяется к масштабной акции, направленной на популяризацию здорового образа жизни. На старт! Внимание! Рязанская область участвует в «Лыжне России» с 2005 года. В этом году в забеге участвовали не только жители областного центра, но и 14 муниципальных. Гонка собрала рекордное число участников. На «Лыжи» встали около 15 тысяч человек. Из них около 6 тысяч вышли на главный старт, который проходил в поселке Ворске Рязанского района. Расскажите, как раз вы занимаетесь профессиональным лыжемом? Да. Вы на короткие дистанции на длинные? На длинные, на короткие. Какие есть соревнования, такие бегу. Какие перспективы? Перспективы? Покажет КМС выполнить, потом посмотрим, как пойдет. Как вам эта «Лыжня России»? Хорошая. Только подъемов мало. Посложнее трассы? Да. Скажите, Павел, это первая «Лыжня России» для вас, нет? Ну, как я бегу в соревнованиях в Рязани, но «Лыжню России» бегу первый раз. А почему вы так получили? Ну, вот так. Не хотелось до этого? Ну да, не хотелось. Сколько в этом году склад векла? Ну, захотелось. Массовый старт всегда, да, сложный стартовать, народу много. Вот. Так что, ну, опыта надо набираться. Первый старт уже был. Вот, будем дальше совершенствовать. Ну, вы что советуете? Ты первый раз на «Лыжня России»? Второй. Уже был? Угу. Как тогда результаты? Да, был маленьким, не чертам. А сейчас как тебе «Лыжня»? Ну, того что? Второе место. Акцию по популяризации здорового образа жизни, которая является «Лыжня России», поддержали не только обычные горожане, работники различных учреждений, студенты вузов, СУЗов, курсанты, но и представители спортивной общественности. Гонку пробежали футболистки «Рязань» в ВДВ и хоккеисты хоккейного клуба «Рязань». Как отметил Олег Ковалев, участие профессиональных спортсменов в подобных мероприятиях является стимулом к развитию спорта в регионе. Профессионалы должны идти, вообще-то, в общество и должны общаться, потому что это... Это никто лучше не сагитирует детей заниматься физической культурой и спортом, как те ребята, которые профессионально им занимаются. По традиции, в рамках «Лыжней России» прошли забеги на дистанции в 10 и 5 километров, а также в ВИП-забег, участие в котором приняли представители региональной и городской власти, заместители председателя правительства области Сергей Самохин и Елена Буняшина, министр труда и занятости населения региона Юлия Рокотянская, глава администрации Рязани Олег Булеков и другие. На лыжах они преодолели расстояние в символическом 2015 метров. Хотя к «Лыжне России», как к никакому другому соревнованию, применимо высказывание о важности не победы, а участия, по итогам гонки состоялось награждение спортсменов, показавших лучшее время. Так, на дистанции в 10 километров среди мужчин первенствовали силовики. Первое место досталось представителю АПУВСИН Дмитрию Рогову. На втором месте оказался сотрудник МВД России по Рязанской области Константин Шицков. Третье место досталось Виталию Водорезову, предоставляющему МВД по городу Рязани. Среди женщин на этой же дистанции победителем стала Анастасия Поздеева. На дистанции 5 километров среди девушек первенствовала воспитанница средней школы номер 64 Валерия Крысанова. Среди юношей победу одержал ученик этой же школы Денис Барыкин. Всем победителям были вручены награды федерального и регионального Минспорта. Памятные призы получили и самые юные, и самые опытные участники соревнований. Ими стали трехлетний Нерослав Авдеев и пятилетний Светлана Сосновская, а также Герасим Севастьянович Березов 1929 года рождения. Была определена на соревнованиях и самая спортивная семья. Обладателями этого титула стали семьи Крючковых и Калининых из Рязани, вышедшие на старт по 9 человек. Встать в субботу утром рано может далеко не каждый, а вот некоторые не только еженедельно совершают этот подвиг, но еще и проводят субботнее утро не только с удовольствием, но и с пользой для организма. О том, что такое парк рано в нашем следующем сюжете. Каждую субботу в Центральном парке культура и отдыха стартует забег на 5 километров. У этой спортивной традиции, которой более 10 лет, есть название. Парк рано. Парковый бег. Сотни тысяч поклонников здорового образа жизни по всему миру собираются в парках, чтобы вместе с единомышленниками пробежать самую демократичную дистанцию. Дистанция 5 километров выбрана не случайно. Это одно из условий парк рано, что все во всем мире бегут фиксированную дистанцию 5 километров. Не знаю уж, с чем связан конкретный выбор 5 километров. Это идея основателя пола Стинтного Хьюита. Изначально в первом парке пробежка была 5-километровая, после этого во всех парках, которые открываются, люди бегут именно 5 километров. На сегодняшний день парковые забеги проходят на четырех континентах, а официально зарегистрированных участников более миллиона человек. 7 февраля в Рязани прошел 20-й юбилейный забег, на котором рязанские любители бега установили рекорд посещаемости. Поначалу у нас было, наверное, 5-7 человек, сейчас мы уже поставили рекорд на 20-м забеге, у нас было уже 30 участников. Для того, чтобы принять участие в субботних парковых забегах, необходимо всего один раз бесплатно зарегистрироваться на официальном сайте парк рана и получить свой собственный штрих-код для учета своих результатов. Ведь парк ран – это соревнование, и ваши результаты будут на официальном ресурсе, где вы сможете ввести свою статистику забегов или сравнивать свои результаты с результатами любого бегуна из Африки или Америки. Сама идея понимания того, что ты бежишь в заснеженной России, а в то же время где-то на другом конце света такие же бегуны бегут 5 километров, но уже по каким-нибудь пустыням или по жаркой Австралии – эта идея очень так воодушевляет. Парк ран – это время, проведенное с удовольствием. Присоединяйтесь и бегите так быстро, как хотите. Приходите, мы будем рады всем, бегайте веселее вместе. Сейчас спорт и бег как никогда популярен на подъеме, поэтому желаю всем приобщаться и начинать взвести здоровый образ жизни. На Всемирной универсиаде зимних видов спорта в этом году хоккейная сборная России сформирована на базе хоккейного клуба «Рязань». Примечательно, что нынешний сезон для горожан уже получился успешным, так как команда обеспечила себе место в розыгрыше плей-офф. Еще в одну из рязанских школ собрали в один класс юных, но подающих надежды хоккеистов. Подробности далее. Этот третий класс девятой школы, что находится в Дашково песочне, полностью сформирован из перспективных ребят-хоккеистов. То есть раньше юные спортсмены, которые сейчас занимаются в хоккейной секции Дворца спорта «Олимпийский», обучались в разных разбросанных по всему городу учебных заведениях. Это, как считали наставники, мешало тренировочному процессу. Поэтому спортсменам нередко приходилось делать выбор между учебой и спортом. Однако теперь режим дня хоккеистов упорядочен. Утром тренировка, затем уроки. Этот интересный спортивный проект совместно разработали тренерский и педагогический состав Дворца спорта «Олимпийский» и школа номер 9. Мы благодарны 9-й школе города Рязани за то, что этот проект поддержали. Вот вы уже слышали, в 2015 году, уже с 1 сентября, сюда придет и первый класс спортивный, тоже хоккеисты. То есть совершенно логично, что рядом с Ледовым дворцом должна быть школа, которая может позволить себе осуществлять учебный процесс именно в спортивных классах. Родители ребят не жалеют о переводе детей в один класс. Мальчишки больше не пропускают уроки. Учителя также довольны экспериментом. Они считают, что поскольку хоккей является командной игрой, поэтому ребята научатся взаимодействовать в коллективе и быстро принимать решения. В завершении встречи региональный министр спорта Татьяна Кужонкова и юные хоккеисты обменялись подарками. Татьяна Евгеньевна вручила ученикам хоккейного класса олимпийские учебники и сувениры, а ребята, в свою очередь, сделали главе регионального Минспорта творческий подарок, а также подарили футболку с номером 2. Хоккей, как известно, самый популярный зимний вид спорта в России. Что касается молодежного хоккея, то развивается это направление в нашем регионе весьма динамично. Рязанская молодежная команда «Молния» участвует в розыгрыше первенства молодежной хоккейной лиги «Б». Несмотря на то, что команда выступает с переменным успехом, шансов на выход в плей-офф в нынешнем сезоне все-таки есть. Сейчас рязанская молодежка идет на 11-м месте, уступая заветному 8-му месту 15 очков. С турнирной точки зрения очень важными будут заключительные домашние матчи «Молнии» в регулярном чемпионате 17 и 18 февраля с «Динамо Раубичи», а 21 и 22 февраля «Жальгересом». И еще немаловажное событие для развития рязанского молодежного хоккея разворачивается в Испанской Гранаде. Там проходит 27-я всемирная зимняя универсиада. Так вот, студенческая хоккейная сборная России сформирована на базе хоккейного клуба «Рязань», а главным тренером «Россиян» является главный тренер рязанской рядовой дружины Вячеслав Уваев. И успехи у сборной команды есть. 11 февраля студенческая сборная России встречалась с командой «Словакии» и разгромила ее со счетом 7-0. Свои ворота сухими сохранил вратарь Рязани Сергей Белов, а хет-тригом отметился игрок «Ижевской Ишстали» Эдуард Гематов. Дубль в активе форварда хоккейного клуба «Рязань» Егора Кривченко. По шабе провели нападающий из Южного Урала Евгений Соловьев и защитник Тверского ТХК Евгения Виксна. Теперь в полуфинале Россия сыграет с Канадой, а в другом полуфинале за место в главном матче «Универсиада» 2015 по спору Чехии и Казахи. Полуфинал «Россия и Канада» пройдет 13 февраля. 12 и 13 февраля в Рязани прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту, посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие 18 спортивных команд, представляющие главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации Центрального федерального округа. Люди придумывают все новые и новые виды спорта, и, как правило, интереснее заниматься тем, что ранее не было известно. Одним из таких видов является пожарно-прикладной спорт, который получил широкое распространение среди россиян. Спасать людей в самых непредвиденных ситуациях сможет далеко не каждый. В пожарно-прикладном спорте главное иметь смекалку, уметь быстро принимать решения, ведь в ситуациях, когда каждая секунда играет важную роль, когда жизнь человека может висеть на волоске, нужно мгновенно принимать решение. Пожарно-прикладной спорт – это самый красивый среди прикладных видов и один из самых зрелищных. Спортсмены состязаются в дисциплинах, содержащих реальные элементы подготовки пожарных. На самом деле это очень тяжелый спорт, который требует выдержки, силы, терпения, упорства. Очень участвовать волнительно, так как эти первые соревнования, очень много профессионалов, много людей, которые имеют разряды. Мы абсолютно новички, но мы будем стараться выйти вперед, показать самый лучший результат, будем пытаться сделать все возможное. Как и в любом типе спортивной деятельности, здесь также есть свои типичные упражнения, помогающие стать настоящим спортсменом, способным вытащить из огня человека и при этом быстро обдумывать ситуации. Не всем дано быстро передвигаться, быть смелыми, именно такие люди являются объектом подражания, поскольку, посмотрев на умения такого человека, сразу хочется стать похожим на него, научиться делать нечто подобное. Навыки, те, которые мы получали при обучении в свое время, кто-то при стажировке, при работе и здесь в спорте, они всегда помогут. В любой момент, когда мы закончим со спортом, многие выходят на службу и показывают своим примером, как нужно действовать. В ликвидации тушения пожара. Пожарно-прикладной спорт помогает приобретению навыков в работе с пожарно-техническим вооружением, а также силы, выносливости, быстроты, смелости, воли к победе. Она воспитывает чувство коллективизма, сознательности и ответственности за порученное дело. По своему значению, этот спорт занимает одно из первых мест среди других видов спорта. Современные способы тушения пожаров с применением разнообразной пожарной техники требует от рядовых пожарных и от начальствующего состава высокого мастерства и физической натренированности в работе. Умело действовать в сложных и трудных условиях борьбы с огнем, полностью используя мощность пожарной техники, может только волевой и всесторонне подготовленный пожарный работник. Пожар тушил, то есть и благодаря физической форме, то есть это помогало, то есть и рукава, все это, то есть как бы с легкостью вносил до пункта назначения. Словом, пожарно-прикладной спорт – это не только раздел физической культуры, это еще и подготовка будущих героев, пожарных, которые ежедневно спасают людей из языков пламени. И на этом на сегодня все. Будьте спортивными и здоровыми, и пусть всегда у вас открывается второе дыхание.